Несколько дней назад стало известно, что Меркульское городище подверглось нашествию черных копателей. Грабители перекопали все плата и разрушили культурный слой. Как отметила Галина Требелева, руководитель раскопок с российской стороны, ущерб истории был нанесен колоссальный. Как бороться с черными копателями? Насколько остро у нас стоит вопрос незаконных раскопок? И как много археологических памятников подверглись в Абхазии разграблению? Побеседуем об этом с археологом Дмитрием Счастным и специалистом Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Налом Джопуа. Он поддержит нашу беседу по телефону. Здравствуйте, Нал, и здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Нал, здравствуйте. Итак, тема черных копателей. Раскопали они Меркульское городище, где на протяжении нескольких лет ученые скрупулезно, кропотливо вели свою работу слоем за слоем, расчищали, скажем так, слои земли. И вот так вот в раз и совершенно варварским способом черные копатели бесцеремонно вмешались в эту работу, все там запутали, раскопали, оставили в таком состоянии. Мы видели фотографии, они очень неприглядные. Вот такой вопрос, насколько вот этот акт вандализма, скажем так, отбросил назад работу ученых. Вот, Дмитрий, может быть, вы начнете. Здравствуйте, еще раз. Ну, наверное, стоит начать с того, что раскопки на этом городище уже около 10 лет продолжаются. И, к большому сожалению, посещение этого места черными копателями, или черными археологами, как их называют, не первый раз было. Вот. Каждый раз оно носит негативный характер, потому что, как вы уже отметили, нарушаются культурные слои. Это самое главное, что позволяет нам идентифицировать предметы, датировать эти предметы и понимать контекст, внутри которого вот они находятся, что они себе представляли, как они могли там появиться, для чего их использовали и так далее. Вот. И это касается не просто каких-то драгоценных предметов. Это касается, на первый взгляд, самых простых вещей, обломков керамики, даже какого-то фрагмента камня, обработанного, из которого уже можно сделать определенные выводы. И стоит также отметить, что проблема черных копателей, она не ограничивается исключительно маркульским городищем. К сожалению, эта проблема охватила всю Абхазию. Вот в буквальном смысле всю Абхазию от западного побережья до восточного, от берега моря до высокогорья. И общаясь с людьми на эту тему, мы неоднократно слышим, что у одного человека есть металлоискатель, у другого человека есть металлоискатель. Они, соответственно, их завозят с территории Российской Федерации. Это металлоискатели совершенно разного уровня, от самых простейших, которыми там пользуются, например, чтобы золотишко на пляжах искать, до серьезных моделей, которые могут бить и в глубину, соответственно. Вот. Что мы и наблюдаем. И также нужно отметить недавнее наше наблюдение на территории Цибельдинского заповедника. Как известно, там эталонные памятники поздней античности, раннего Средневековья находятся, которые раскапывались еще с 60-х годов активно. И там было нами зафиксировано свыше 150 грабительских раскопок, как маленьких, так и больших. В некоторых местах совершенно очевидно, что натыкались на древние захоронения. Там были найдены остатки, фрагменты костей человеческих, какие-то предметы. То есть эта деятельность, она активно ведется по всей Абхазии. И на сегодняшний день, как мы видим, с ней невозможно бороться, потому что это невозможно контролировать. Вот этот вопрос я хочу задать Иналу. Насколько возможно вот эти процессы негативные, которые происходят в этой сфере, контролировать? Что вообще можно сделать, ну, хотя бы в том смысле, чтобы как-то минимизировать или хотя бы какую-то остроту снять вот этой проблемы? Вы знаете, с этим явлением мы пытаемся бороться уже больше 10-15 лет, наверное. Да, оно острое, прям, может, и 20 лет уже прошло. Масштабы прям большие бревны на всю страну, на все памятники, наверное, это распространяется, это проблема. И, к сожалению, эти так называемые черные, да, черные копатели, черные архиологи, они обладают хорошей информацией, видимо, соответствующей даже научной литературе знакомой. И поэтому пробрались на все памятники. Наверное, нужно делать так, чтобы общество обратило свое внимание на это. И какая-то нужна, наверное, информация, поскольку памятников археологии очень много. И силами там органов охраны памятников и силовых структур решить эту проблему невозможно. Есть примеры там, в европейских государствах, как такая проблема решается. Это вот именно внимательность самих граждан. И у нас есть действительно живые примеры того, когда жители сел, да, вот где расположены памятники, дают соответствующую информацию нам или же силовые структуры, и благополучно их или отлавливали, либо же отпугивали. И на некоторое время такая проблема, ну, хотя бы на конкретных памятниках решалась. Ну, дело в том, что обычно граждане узнают постфактум, как... и это... когда уже поздно как-то спасать, допустим, какой-то объект, да, и что... и вообще много объектов находятся там, где, ну, как бы вдали от человеческого глаза, скажем так, да, в каких-то местах отдалённых, ну, которые удалены от человеческого жилья, где мало людей и так далее. Вот в этом смысле можно что-то организовать, какую-то охрану, какую-то, не знаю, какие-то, может быть, камеры сейчас, или это всё из области фантастики. Что вы думаете можно сделать? Может быть, следует изучить опыт других государств, в том числе вот России? Или штрафы, или как-то вот потом искать этих людей, чтобы вообще не найти бесследно, так тоже, наверное, не бывает. Чтобы человек исчезал так бесследно. Вот была... я сразу хочу сказать о том, что была такая интересная идея, у коллег, там, службы безопасности, там, поставить, вот, у ловушки, к примеру, да, вот, по-моему, эти археологи занимают, там, многие гектары, да, и сложно, наверное, выставить какой-то блок пост охраны, либо там, да, нужна оперативная информация и какие-то новационные методы, как вот, какие-то, что-то ловушки, видимо, можно будет поставить. Вот, это нужно будет... Ну, собственно говоря, нужно заострить внимание нашего общества на данной проблеме, для того, чтобы соответствующую информацию от жителей получать, наверное. Только так можно будет, иначе, одними силами, там, охраны памятников. Ну, да, но, может быть, есть объекты наиболее ценные, скажем так, да, где нежелательно вообще категорически вмешательство, да, черных копателей. Может быть, хотя бы на этих объектах, или на этих объектах есть все-таки охрана какая-то? Я вам хочу сказать, что у нас на особо ценных объектах, на некоторых, во сколько это позволяет бюджет, есть смотрители, и они свою функцию выполняют. Благодаря их работе, вот, были как раз-таки и выловлены те, значит, копатели данных памятников. И что было потом дальше? Какие санкции к ним были применены? Ну, вот службы, госслужбы, соответствующие, им наказание изменили. Сейчас не могу рассказывать в них-то деталях, но лучше они об этом знают. Но они были достаточно сурово наказаны, насколько мне интересно. Соответствующая статья, конечно, в уголовном кодексе есть, и в кодексе о гнициативных правонарушениях есть до трех лишения свободы наказывается данная незаконная деятельность. Дмитрий, вы знаете какие-нибудь факты, когда черных копателей находили или по горячим следам, или же непосредственно на месте, когда они там несли какое-то наказание, платили штрафы и так далее? Да, случаи такие известные. Вот один из случаев был в Гагрском районе, там есть могильник Ачмарда, ну, село Ачмарда и одноименные могильники. Вот, там были пойманы с поличным они, вот. Но по поводу наказания, кстати, тут не могу я на сто процентов согласиться с Иналом Аркадьевичем, потому что, ну, как-то у нас, по крайней мере, в Абхазии, можно обойти это наказание. То есть, естественно, законные такие вот обходы, да? Ну, я даже не могу сказать, это законные обходы или незаконные обходы, но разные ситуации возникают, когда люди просто исчезают, и, то есть, они не сидят, и непонятно вообще, что произошло, куда они делись. И, ну, разные ситуации бывают, но вот так, чтобы кого-то вот наказали и посадили, я, честно говоря, ни разу не слышал. Ну, разве нельзя как-то действительно какие-то оперативные службы, чтобы этот момент отслеживали? Вот там же необходимы различные, ну, вот эти приборы, да, металлоискатели, вот они привозят откуда-то, уже как-то взять человека на заметку, прослеживать, да, чем он там занимается. И, наверное, всё-таки не каждый гражданин занимается чёрным копательством, скажем так, да, а там какой-то определённый круг лиц, о которых уже знают, где-то они уже засветились. Вот такая работа, она, наверное, имеет смысл. Я так просто логически рассуждаю дома. Но это вопрос не совсем к археологам, это всё-таки другая сфера. Наверное, такая работа ведётся. Вот что касается металлоискателей, вот по моему представлению, по моему опыту прохождения границ далеко, границы на ПСО далеко не каждого человека проверяют. А таких людей за день, сами знаете, сколько проходит, кто из них что привозит. Это, ну, к сожалению, так не контролировалось, как хотелось бы. Поэтому металлоискатели проникают, вот. А бывают такие, скажем так, вот затиши какой-то, потом бах, какое-то обострение. И с чем это обычно связано, когда вот вдруг активизируется, скажем так, вот эта чёрная археология? Ой, вы знаете, это всё индивидуально. Да, это зависит от людей. Кто-то ждёт зимнего времени, потому что зарослей не так много, кто-то наоборот. И ещё тут немаловажный фактор имеет этот человек местный или приезжий. Для местного больше возможностей в любое время, когда ему есть время выехать. Для приезжего это, наверное, больше какие-то вот летние сезоны, когда они ради интереса, параллельно с отдыхом. Вот такое хобби у них. Да, интересное хобби, конечно. А вот такой путь, как... Ну, они же куда-то девают эти предметы, то есть какая-то реализация или продажа, или что-то. Инал, вот как вы думаете, есть смысл и возможность, скажем так, отслеживать, куда потом эти предметы деваются? А вот, может быть, вот таким путём можно было бы призвать к ответственности, скажем так, таких людей? Ну, соответствующая работа совместно с государственным таможенным комитетом проводилась некоторое время назад. И как раз-таки это принесло хорошие результаты. Несколько вот таких экспонатов, да, так скажем, были изъяты. Вот, конечно, отделка таможенной службы, вот, ну, сложно, видимо, такой совет, и отследить прям весь поток, не знаю, в силу каких-то различных факторов. А что в основном ищут? Вот интересно, да, что их привлекает? Что ищут? Золото, какие-то, не знаю, драгоценности, какие-то украшения. А что ищут в основном? Какой-то есть определённый интерес? Ну, вряд ли, я думаю, прям там какой-то керамическими какими-то фрагментами им, ну, они интересуются. Ну, сложно сказать, на самом деле. Но судя по тому, что, например, по итогам там постфактум, по следам грабительских раскопок мы, Дима, наверное, добавить находили, какие-то вот и белья, и железа, и керамики, особенно фрагментированные, их и не интересовали, потому что они были разбросаны вот у этих раскопок. Видимо, более цельные какие-то, может быть, и керамические изделия, но они, видимо, цельные. Ну, не знаем, собственно говоря. Знаете, что я вот забыл и хотел добавить. Когда государственный там список объектов истории культурного следствия в Перегове публиковали, 9 лет назад, вот, мы как раз-таки подумали о том, что если мы локализацию адреса данных объектов указом, то, сказать-таки, вот эти, да, деятели незаконно, вот, копальщики, они... Ну, то есть они получат информацию, куда могут прийти и, как бы, заняться своим черным делом. Мы это скрыли, да, мы это скрыли, но, к сожалению, они как-то эти памятники находят. Вот, и можно, конечно... Здесь я прям, вот, национального масштаба, на самом деле, проблема. Ее как-то надо решать, собравшись, наверное, каким-то частью общества, наверное. Это надо заняться, получить внимание на это. Дмитрий, скажите, пожалуйста, насколько все-таки вот эти меры, да, о которых сейчас Инал говорит, необходимы, насколько мы, может быть, запаздываем с ними, и какой ущерб в целом это наносится и науке, и какому-то вот, каким-то, какому-то историческому наследию? Ну, если задавать вопрос, опоздали мы или не опоздали, то это все нужно было предусмотреть давным-давно, еще много лет назад. И мне кажется, все-таки, каким бы на сегодняшний день не был бы закон, его нужно совершенствовать. И в определенной степени вина за то, что это вот в такой вот стагнации находится, она лежит в том числе и на нас всех, на той части общества, которая может высказать свое мнение. Вообще, вот вы говорили про практику мировую. Мировая практика показывает, что подобного рода изменения в законе формируются общественным мнением. То есть какая-то активная часть общества начинает поднимать эти темы, вот, и в конечном итоге это доходит до... Ну, на самом деле, на самом деле, вот если говорить об активной части общества, даже вот мы, журналисты, вот, ну, чтобы вот такие акты, скажем так, копательства, ну, за последнее время, вот, я вот не припомню. Вот это, ну, я имею в виду таких вот резонансных, где мы всегда освещали про то, что идут раскопки в Меркульском городище, там, Гуэнос и так далее, и так далее. Но сами факты либо мы узнавали позже, либо не придавали значения, потому что говорилось об этом вскользь. То есть, чтобы инициировать принятие какого-то закона, нужно, чтобы специалисты, может, археологи, может, вот, с управления культуры, да, охраны памятников, поставили вопрос в той же общественной палате, да, чтобы люди, общественники, которые представляют общество, могли как-то оценить эту проблему, понять ее масштабы, привлечь экспертов, поговорить о ней, и уже потом действительно что-то вносить, какие-то законы. Но ведь законы должны работать, вторая проблема, законы должны работать. Какие механизмы существуют вообще, вот, цивилизованные, скажем так, чтобы вот хотя бы как-то нивелировать эту проблему у нас? Ну, механизмы одни. Совершено преступление. Это не вандализм, как вы сказали, это преступление против абхазской истории. Причем это совершают по большей степени граждане Абхазии. То есть, мы, живя в Абхазии, мы разрушаем те доказательства на свое самоопределение, как государство самостоятельно. Мы это все уничтожаем из-за того, что там у кого-то жажда наживы. Вы задавали вопрос, что больше всего ищут? Больше всего драгоценности ищут. Но рынок сбыта, вот таких предметов, он гораздо широк. Кто-то коллекционирует оружие, а кто-то коллекционирует какие-то там мелкие предметы, там, сельскохозяйственные орудия. Ну, то есть, абсолютно что угодно. Да, может быть, крупные предметы, там, если найдут какой-то керамический сосуд, его сейчас не будут вывозить. Но вот такие вот вещи, которые можно поместить в сумки, в чемоданы, как-то их же провозят все равно. Вот. И вы совершенно правильно говорите, что нужна реакция, нужна консолидация. И когда возникают какие-то подобные события, мы стараемся вот и в социальных сетях как-то освещать, что вот там зафиксировано, здесь зафиксировано. Мы по своей части вот чаще в Цибельдинском районе бываем, поэтому у нас больше информации из тех мест. Но, как я уже говорил, это все Абхазии касается. Вот. И это происходит постоянно, на регулярной основе, независимо от... Это и в храмах, это не только просто почва. Да, да, и в храмах. Вот есть пример, опять-таки, в Цибельде по левому берегу Цибельды. Там крепость есть небольшая, и внутри храм. Этот храм на глубину до двух с половиной метров. Внутри просто из него все вынесли. И там были погребения. Что с ними было, что сопровождало погребение, мы не знаем, но там хорошо покопались, и у них, по всей видимости, было очень много времени, потому что такой объем материала, грунта, извлечь. В удаленных местах спокойно поработали. То есть вот одной из форм защиты, это законодательная база, более ужесточенная, наверное, должна быть. Ну и, соответственно, контроль на границе. А как это проявляться, я без понятия. Это вот должны специалисты в этой области. Что у нас приемлемо это воплотить. И как вы думаете, вот это последнее, скажем так, преступление, как сказал Дмитрий, на Меркульском городище, вот эти черные археологи, что сотворили, какой ущерб это нанесло? Вот, и материально, да, вот, и, скажем так, с точки зрения истории. Как бы вы оценили? Ну, интересно, с точки зрения истории, здесь, знаете, есть статеграфия, она нарушена. Поскольку это, по-моему, 10 лет изучалось, и вот, понимаете, в течение нескольких часов или дни, там, не знаю, как, буквально вот все научные какие-то, вот, наговорительные старания, они действительно были нарушены. Не знаю, материально там, что они там унесли, конечно, неизвестно. Но вот нарушается слой, порядок, исследование есть. Ну, запутываются следы, скажем так, да, вот той темы, которая изучалась, то есть непонятно, что, откуда и так далее. А были попытки, ну, разыскать этих людей? Соответствующие органы по всей видимости занимаются поиском. Дмитрий, может, вы что-то знаете об этом? Нет, я по поводу этой информации не могу ничего сказать. То есть, как бы вы, все-таки вот резюмируя разговор, да, основные свои мысли вот касательно темы черных копателей, что бы вы хотели отметить? Ну, наверное, проблему науки вообще. То есть, если это направление бы как-то более активно развивалось у нас, сегодня, к сожалению, наука, она не модная. Люди стараются зарабатывать деньги, вот, и никто в нее не идет. Чем было бы больше специалистов, чем было бы больше возможностей, вот я сейчас говорю про археологов, у нас выезжать в поле на каждые объекты, соответственно, проводить там не разовые раз в год раскопки, а стационарные широкие площади раскапывать. Соответственно, там будут люди находиться. Конечно, да. Там будут базы археологические, и это уже автоматически просто вытеснит вот этих вот людей, ненужных оттуда. Ну, и, как я уже сказал, высшая законодательная база должна над этим всем находиться и как-то контролировать. Ну, наверное, по всей территории Абхазии нужно будет такие базы, где выезжают археологи, и которые, допустим, хотя бы несколько человек находились бы постоянно, но это все равно, наверное, сложно в наших условиях. Действительно, очень много мест и довольно заброшено. Да, мест много, но, тем не менее, когда это регулярно происходит, вот, хотя бы понемножку, но на каждый объект выезжать, то эту ситуацию можно мониторить. Да. Это хороший выход, и, да, действительно. Я благодарю за эту беседу, благодарю и на вас, благодарю Дмитрия. Как бороться с черными копателями, насколько остро у нас стоит вопрос незаконных раскопок, и как много археологических памятников подверглись в Абхазии разграблению, об этом мы говорили с археологом Дмитрием Счастным и специалистом Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Иналом Джопуа. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.